Нефть. Все слышали, что российская экономика зависит от цены на это топливо. Но как и почему вникают немногие? Примитивно это можно описать так. Наши крупные экспортные компании получают выручку за экспорт сырья в долларах. А часть полученных денег идет бюджетникам в виде зарплат и пенсий. Но цена на черное золото вот уже который месяц стремительно падает. И это сокращает доходы бюджета. Нефть дешевая, потому что ее слишком много. Весь год многие страны мира пополняли стратегические запасы. А с учетом того, что мы энергетику использовали в качестве инструмента политического влияния, у наших потребителей будет соблазн избавиться от даже потенциальной возможности такого давления. Поэтому я так не очень оптимистично рассматриваю перспективы экспорта нефтепродуктов. Поэтому Европа может запросто уйти за нефтью в Саудовскую Аравию или Иран. А Россия останется без покупателей. Как следствие, вновь подорожание всего. От доллара с евро до продуктов на прилавке. Сотрудникам обменных пунктов пора вводить новую строчку на электронном табло, где бы указывалась стоимость нефти. Это хоть как-то бы объясняло коренинградцам те или иные цифры. Сейчас за один баррель дают 28 долларов. И если завтра он будет стоить 27, то курсы валют поднимутся сразу на несколько рублей. Но столь высокие значения, кажется, уже никого не пугают. К этому привыкли. Калининградцы не стоят очередями в обменные пункты. А ажиотаж вокруг курсов только на словах. Кстати, ценник на иностранную валюту в понедельник колебался в пределах 50 копеек. Неизменный курс только у так называемых нелегальных менял. Там разговор короткий. И тем не менее есть те, кто пристально следит за валютным счетчиком. Пока фонтан нефти из скважин сокращается, а доллар растет как на дрожжах, Андрей Праксин приумножает свою зарплату. Как только твоя зарплата переходит на зарплату рублевую, это тоже уже не весело. То есть пока ты в голове считаешь валюту, это хорошо. Андрей – модель международного класса. Предпочитает только работу за границей. Выгодно. Сейчас у него контракт с китайским агентством. На съемки в Поднебесную он ездит регулярно. Несколько рабочих визитов хватает на вполне безбедное существование в родном Калининграде. В Калининграде у нас с юанем очень сложно делать обмен. Поэтому, как правило, модели, кто живет в Калининграде, меняют в доллары. Когда у меня есть какая-то часть, отложенная в долларах, я слежу за развитием курса. Потому что я знаю, что с каждым днем повышение. И мне нужно откладывать все меньше и меньше, если я хочу, например, что-то перевезти и купить. А вот зарплата в нашей валюте строить долгосрочные планы не позволяет. Ведь сейчас внушительная сумма, накопленная в рублях, при конвертации превращается лишь в пригоршню монет. Из-за этого даже, казалось бы, на постоянном рынке жилья произошло затишье. Люди начинают меньше зарабатывать даже где-то. Потому что товары они там больше тратят. Кошелек, который до этого был, он уже составляет большую сумму от зарплаты. Ну и оставшиеся деньги они просто не могут вложить в квадратные метры. Ну и как бы общая нервозность, она показывает, что в случае чего, может быть, меня уволят, а будет ипотека в 25 тысяч рублей, может быть, я не справлюсь. Ну вот этот вопрос, как бы, он не позволяет людям покупать квартиру. В 2014-м цифры в обменниках были такими же. Тогда экономисты пытались представить худший сценарий для нашей экономики. Баррель нефти при этом должен был стоить 80 долларов. При таком раскладе бюджет можно было пополнить за счет резервного фонда. Правда, в 2016-м он бы закончился. Сейчас же прицельных в 27 аналитики не берутся делать какие-либо прогнозы. А в правительстве тем временем ждут, что весной цена нефти начнет расти. Принесите, пожалуйста, Бондаренко 6 долларов рублями. Я принесу. Несу, несу. Бондаренко. Здрасте. И кто бы мог подумать, что из всех прогнозов на 2016-й наиболее вероятно сейчас кажется прошлогодняя шутка юмористов. Кирилл Попов и Михаил Эльбаум. Служба новостей. Город.